Я на самом деле очень неуютно себя чувствую у этой кафедры, потому что здесь собрались люди, которые реально занимаются миссией, а я так только скорее об этом рассуждаю. Никакому миссионерскому движению не отношусь, но раз меня попросили выступить, я какими-то своими рассуждениями поделюсь. Это именно рассуждения, ни в коем случае не претендую на полноту истины, но, может быть, кому-то эти рассуждения будут интересны и полезны. А рассуждения на такую тему, вот мы часто слышим, читаем в средствах массовой информации, что тот или иной приход, или община, или священник провели какое-то миссионерское мероприятие. И под этим словом может пониматься все, что угодно. Бал на приходе устроили, собрались с прихожанами чай попить, батюшка на рок-концерт сходил, вот это все называется миссионерским мероприятием. И возникает вопрос, насколько все это реально является миссионерским, насколько те или иные вещи приводят людей ко Христу. И в связи с этим, что же является по-настоящему миссионерским, что приводит человека к Богу. Я здесь не проводил никаких серьезных исследований, я просто поспрашивал своих друзей и знакомых, что именно для них стало ступенькой путем к Богу, и для их близких. И сделал для себя такие очень любопытные, на мой взгляд, выводы. Но начну с такого негативного фактора, что не является миссионерским, не является миссионерским то, когда мы в чем-то пытаемся сделать уступки людям внешним. Это касается и вероучения, разумеется, но и даже каких-то наших традиций. Вот, например, нередко, думаю, многие из вас слышали, что человек говорит, я к вам в храм не пойду, потому что у вас скамеек нет, у вас на службе неудобно. Вот у католиков как хорошо, скамейки стоят, всю службу сидишь, все замечательно. Но здесь, во-первых, возникает вопрос, если человек не готов ради Бога два часа постоять, то как он будет евангельские заповеди выполнять? А второй факт тоже интересный, что в таких случаях и скамейки человеку тоже не помогут, он что-нибудь еще придумает. То же самое касается и богослужебного языка. Во многих поместных церквах проводились эксперименты, но вот не приводят людей к церкви, то даже если богослужение совершается на понятном языке. По этому поводу такой есть анекдот или реальная история. Не знаю, приехал некий человек в какой-то населенный пункт, в деревню, и узнал, что местные жители в храм не ходят. Говорит, почему же вы в храм не ходите? А ему отвечают, да у нас батюшка какой-то, и выпить может, и веселый такой, и недуховный совсем. Ну ладно, приехал через какое-то время, говорит, у вас теперь батюшка новый, вы, наверное, все в храм ходите. Говорит, ой, да батюшка у нас такое святое, где же ему нас грешных понять? Человек, если захочет себе повод найти, чтобы в храм не ходить, чтобы не воцерковляться, он его обязательно найдет. И поэтому никакие уступки здесь не помогут. То же самое, есть священники, которые выступают, ну, предположим, на разных телевизионных шоу. Как это меняет отношение людей не церковных к церкви? Ну, порой можно услышать, да, вот я видел батюшку на таком известном шоу, значит, вы действительно не динозавры, значит, вы обычные люди. Но не более того. Признают нас обычными людьми, но в церковь из-за этого не придут. А что же реально приводит человека к Богу? Из того, что я узнал от своих близких и друзей, я бы вывел следующие пункты. Сначала просто перечислю их, а потом постараюсь о каждом немножко рассказать. Это знакомство с церковными людьми, опыт молитвы человека, соприкосновение с какой-то святыней, участие в богослужении, чтение священного писания и различные болезни и скорби. Теперь немного о каждом из этих пунктов. Начну с последнего, который, как показывает практика, является, наверное, самым частым. Чуть ли не большинство людей воцерковились благодаря болезням и скорбям. Мы часто, к сожалению, не воспринимаем, когда Господь хочет нас воспитать с какими-то более мягкими методами, а вот болезни и скорби понимаем очень хорошо. Причем тоже интересно, бывает, что у человека в жизни какое-то горе, он приходит в храм, начинает молиться. Горе это не прекращается, но человек все равно становится человеком церковным. У меня лично был такой случай. Пришел в храм какой-то молодой человек и со слезами на глазах сказал, что у него умирает бабушка, попросил помолиться. Мы с ним вместе помолились, и через какое-то время он меня опять нашел и сказал, что бабушка умерла, но я все равно хочу ходить в храм. И с тех пор воцерковелся, уже несколько лет посещает богослужение, является церковным человеком. То есть мы видим, что человеку нужен был даже не столько формальный ответ, сколько установление живых отношений с Богом. И вот здесь можно перейти ко второму пункту, это молитва. Когда человек обращается с молитвой к Богу, пусть она еще не осознанная, слабая вера, как в Евангелии, верую Господи, помоги моему неверию, но если этот диалог с Богом начинается, то именно он часто и приводит человека к тому, что он ощущает Бога как личность, а соответственно и дальше с ним общается, воцерковляется. Сюда же к молитве относятся и богослужения. Мы все помним историю послов князя Владимира, которые, побывав в храме Святой Софии, на богослужении, после этого сказали, что ничего подобного мы не видели, не знаем, где мы были, или на небе, или на земле. И со многими и сейчас такое же происходит. Вот и как раз отец Константин сейчас упоминал, что итоговым шагом для этого баптиста было именно посещение богослужения, что окончательное решение о возвращении в церковь он принял на богослужение. Таких историй очень много. Есть такой анекдот по этому поводу. Протестанта отправляют в Россию, дают ему инструкцию, как себя вести, и напоследок говорят, самое главное, ни в коем случае не заходи в православный храм, затянет. И действительно, очень многих посещение православного храма, слава Богу, затягивает. А тоже сюда же к молитве относятся и соприкосновения человека со святыней. У меня есть два знакомых священника, которые воцерковились благодаря тому, что побывали у пояса Пресвятой Богородицы. У нас регулярно в Москву и в другие города привозят какие-то святыни, и к этому принесению святынь относятся у нас в церковной среде очень по-разному. Думаю, вы тоже могли слышать такие рассуждения, что, ой, да зачем все это нужно, да это все чуть ли не вообще бизнес-проект, главное, чтобы люди в храм ходили, причащались, все это правильно, причащаться, конечно, самое главное. Но часто встреча с такой святыней и является для человека началом пути к Богу. Один из этих моих знакомых священников мне рассказывал, что он пришел к поясу Богородицы совершенно неосознанно, потому что мама ему посоветовала, отстояла эту большую очередь, и в тот момент, когда приложился к этой святыне, с этой секунды у него жизнь изменилась. Он в тот же момент решил поступать в семинарию, действительно закончил семинарию, стал священником. Так действует Господь через свои святыни. Аналогичным образом, скажем так, работает и паломничество к святым местам. Нередко тоже человек, посещая то или иное святое место, как турист, после этого начинает свой путь к Богу уже в оцерковление. Нельзя не упомянуть такой момент обращения человека к Богу, как через чтение священного писания. Думаю, все вы знаете историю обращения митрополита Антония Сурожского, который начал читать Библию для того, чтобы ее опровергнуть, читать Евангелие, а закрыв ее, его был уже человеком верующим. И таких историй очень много. Мне один знакомый священник рассказывал, что он, когда в конце 80-х или начале 90-х где-то достал Библию, пришел домой, сел и прочитал ее от корки до корки, от бытия до апокалипсиса. Иначе как действием благодати Божьей ты не объяснишь. И после этого он воцерковился, стал тоже священником. А еще один момент, который часто человека приводит к Богу, и, может быть, он и является самым важным, это личный пример. Думаю, все мы, если вспомним свой путь к Богу, то вспомним и то, что это были какие-то люди, с которыми мы встретились и которые нас вдохновили. Не обязательно это был человек живущий, это могла быть прочитанная книга о каком-то святом подвижнике, но в большинстве случаев все-таки некий личный живой пример. Такие истории есть и в древности. В житии одного из древних преподобных, если я не ошибаюсь, был преподобный Пахомий Великий. Есть такой эпизод. Он был римским военачальником и вместе со своими воинами переходил с одного места на другое. По тогдашнему законодательству их принимать на посты должны были местные жители, и в какой бы населенный пункт они ни пришли, везде жители закрывали двери, ставни, делали вид, что никого нет. Но, разумеется, никому не хотелось тратиться на этих воинов. Приходят в один населенный пункт, а там наоборот, все открывают двери, выходят, ним угощают. И когда он стал узнавать, ему рассказали, что здесь живут христиане. И именно это его заинтересовало, именно такая встреча с христианами в итоге привела его к тому, что он сам стал преподобным. Думаю, что поминаемый нами сегодня отец Даниил тоже для многих стал той личностью, которая привела к Богу. И не только при своей жизни, но и после смерти. И думаю, что и каждому из нас, миссионерам, нужно стараться тоже быть человеком, человеком, смотря на которого, смотря на дела которого, людям тоже захочется стать православными христианами. Благодарю за внимание. Отец Фанась, спасибо за доклад. Хотелось бы немножко спросить все-таки о прямой миссии. Вот вы занимались, как интернет об этом сообщает, и квартирной, и уличной миссией. Вот хотелось бы спросить, как вы вообще оцениваете перспективы такого направления миссионерской деятельности? И были ли вот среди тех, кому вы постучали в дверь, те, кто обратились или каким-то образом отреагировали? Спасибо. Я занимался миссией совсем немного, это было в две мои краткие поездки в Тевуд. Если говорить об уличной и квартирной миссии, то, отвечая на вопрос, скажу, что да, были плоды. Отец Константин уже сказал, что эффективность миссии, критерий очень такой сложный, но два человека, с которыми мы впервые пообщались на улице, потом крестились и до сих пор являются православными христианами в Туве, исповедуются и причащаются, и это, конечно, очень радостно. Очень большую пользу именно для себя извлек из этого, потому что действительно, как часто миссионеры говорят, что на миссии все твои страсти обнажаются и раскрываются, и с ними гораздо проще бороться. Это, может быть, и является не менее важным фактом, чем то, что мы людям говорим о Христе. Здравствуйте, отец Афанасий, меня зовут Сергей. Я только начинаю учиться на курсах при храме апостола Фомы. Вопрос, скоро праздники, крещение, Рождество. Многие люди придут в первый раз в храм. Как эффективно до них довести Слово Божие? Какой-то человек должен или какие-то листовки раздавать? Как вот, чтобы это было эффективно для тех, кто приходит в первый раз? Опять же, я лично этим не занимался, но мне кажется, что гораздо важнее для человека личное общение, чем что-то такое менее живое. Поэтому я думаю, что очень хорошо, если в такие дни, когда храм посещает много людей, считающих себя православными, но реально таковыми не являющихся, если в храме будут миссионеры, которые будут готовы людям об этих праздниках рассказать, и из тех зацепок, которые каждый человек знает, там крещенская вода, там на Рождество, то, что елку ставят, вертеп украшают, через эти маленькие зацепки привести к самому главному, к сути праздника, от этого и к сути христианства. Я думаю, что так. Благодарю за внимание.